Еще бы! Она много трудилась над своей внешностью. Удаление жира, чистка кожи, инъекция коллагена, постоянные физические упражнения. Она даже обходилась без пластических операций. «Я работаю без отдыха. Сам знаешь, каково это?» Бобби кивнул, недоумевая, над чем же Торин так трудится. «Я так горжусь тобой!» — воскликнула Торин, сверкнув своей хищной улыбкой. У нее были крупные зубы и кроваво-красные губы. «Подумать только! Ведь это я открыла тебя!» О чем говорит эта женщина? «Ну же, Бобби!» — она наклонилась так, чтобы он видел ее впечатляющий фирменный бюст. «Когда будешь снимать свой очередной фильм, не забудь, что своим успехом ты обязан мне. Я бы очень хотела вновь работать с тобой!» Он снова кивнул. Кажется, это было то, для чего она подошла. От дальнейшей беседы Бобби спасло приближение двух агентов. Торин не стала их знакомить с ним. Наклонившись, она расцеловала Бобби, испачкав ему щеки помадой. «До свидания, дорогой!» Многозначительная пауза. «Ты очень, очень сексуален!» «Это все мой последний фильм», — хотелось ему сказать. «Он действует на вас всех!» Торин ушла, оставив удушливое облако духов. «Что за город?» — думал Бобби. «Когда ты на вершине?» «Все крутится вокруг тебя. Но как только успех позади, можешь лечь и сдохнуть, и даже у могильщика не найдется для тебя доброго слова». К столику спешил, рассыпаясь в извинениях, мак Брукс. «Проблемы с детьми?» — грустно признался он. «Если ты не женат, Бобби, то так и оставайся. В браке заводят детей, а как только они появляются, можешь прощаться с нормальной жизнью навеки. Мне нужно выпить». Тут он сморщил нос. «Какой у тебя ужасный лосьон после бритья!» «Здесь только что была Торин Ворд». «Она что, собирается пойти по стопам Элизабет Тейлор?» Бобби засмеялся. «Пока нет». Она остановилась поболтать. Уверен, что как только ей станет известно, что здесь сидишь ты, она вернется. «Ты слышал обо мне, Торин, а? Был у нас романчик. Да ты и сам знаешь, как это бывает. Шесть недель страсти, а потом даже не можешь вспомнить ее имя. Это самая плохая актриса из тех, с кем я работал. Больше я с ней не связываюсь». Бобби решил проявить вежливость. «Мне очень приятно наконец-то встретиться с тобой, Мак. Я восхищаюсь твоими фильмами, особенно контрактом». Мак подозвал официанта. Ему действительно хотелось выпить. И он счел, что виски со льдом как раз то, что надо. «Взаимно, Бобби». Я просмотрел «Трудные слезы» в студии. Превосходная работа. «Ты очень интересный актер. В тебе есть что-то необыкновенное. Умеешь держать публику в напряжении. Мне это нравится». Бобби был польщен. «Спасибо», — скромно произнес он. «Однажды мне чуть не пришлось работать с твоим отцом». «Тебе повезло, что только чуть». «Ладно», — подумал Мак. «По крайней мере здесь, как видно, наши мнения совпадают». «Ты прочитал сценарий?» «Бобби, как видно, решил взять быка за рога». «Прочитал». «Очень понравилось. Именно поэтому я здесь». «Ты заинтересован в этом?» «Ты не любишь терять времени», — усмехнулся Мак. «Бобби помедлился ответом». «Мысленно он прокручивал эту встречу в течение нескольких часов и дней. У Мака Брукса хорошая репутация, но вот уже несколько лет, как он не снял ни одного по-настоящему кассового фильма. Выбирать его для своего проекта было в известной степени рискованно. Тем не менее, Бобби был уверен. Да что там уверен? Он знал это, что если им удастся сработаться, лучшего режиссера, чем Мак, для этого фильма ему не найти. «Знаешь, Мак», — медленно произнес Бобби, взвешивая каждое слово, — «я потерял много времени в прошлом и теперь очень спешу». Он пристально посмотрел на лауреата Оскара сверкающими голубыми глазами. «Я жду ответа немедленно, поэтому не надо ходить вокруг да около. Ты согласен или нет?» «Что случилось?» — спросила Эмбер, когда в дом шумно ввалились Квинси и Майкл. «Плохие новости», — торопливо проговорил Квинси, уводя жену в сторону, в то время как Майкл бежал к телефону. «Ни Риты, ни Беллы в квартире нет». «Может, они уехали отдыхать?» — предположила Эмбер, не понимая, из-за чего мужчины так разнервничались. Квинси, направляющийся на кухню, пожал плечами. «Сомневаюсь. Квартира заброшена. Такое впечатление, что там уже два месяца никто не живет». Эмбер пошла за ним. «Значит, она переехала?» «Вот уж не думаю. Квинси машинально взял из вазочки печенье. Все вещи остались на месте. Одежда, трусики. Все». Жена выхватила печенье у него из рук. «Нет», — твердо заявила она. «Эмбер», — умоляюще произнес он, — «женщина, я умираю с голоду». «Ты пополнеешь», — парировала она. «От одного кусочка». Квинси обнял жену за талию. «Ну же, мамочка, дай голодному человеку кусочек печенья». Эмбер была непреклонна. «А ее косметика тоже там?» Спросила она. «Какое это имеет отношение к делу? Если она взяла с собой косметику, значит, все в порядке. Женская логика». Квинси покачал головой. «Я не знаю. Она не взяла даже чеки на алименты за последние два месяца. Они так и лежат в конвертах». «Что говорит Майкл?» «А что он может сказать?» «Сейчас он пытается связаться с ее теткой в Нью-Йорке. Это единственная родственница Риты. Он надеется, что тетке известно, где они». «Говорю тебе, проверь на месте ли косметика», — повторила Эмбер. «Женщина никуда не поедет больше, чем на один день, не взяв с собой косметику». «Да-да, мы это сделаем. Сейчас пойдем туда, встретимся с некоторыми моими знакомыми из полиции. Я попытаюсь убедить их начать поиски». Майкл бросил трубку на рычаг и прошел на кухню. «Мне нужно выпить», — мрачно заявил. «Как раз этого тебе и не нужно», — ответил Квинси, прекрасно помнивший плохие времена. Майкл натянуто улыбнулся. «Я сказал, что мне нужно выпить, но я не собирался пить». Открыв холодильник, он схватил банку «Севен Апп» и сделал большой глоток. В доме ее тетки никто не отвечает. «Я чувствую, что у них все в порядке», — успокаивающе сказала Эмбер. «Ты не можешь этого знать», — возразил Майкл. «Если что-нибудь случилось с дочкой...» «Нет, он не в силах думать об этом. Он убьет любого, кто осмелится тронуть Беллу. Вышибет его поганые мозги, не задумываясь». Его охватило чувство вины. Он должен был догадаться, что что-то неладное еще тогда, когда на все его звонки отвечал лишь автоответчик. Стало быть, он плохой детектив. Прибыв в Лос-Анджелес, он должен был нестись туда, вместо того, чтобы ждать почти неделю. Сделав еще два глотка «Севен Апп», он поставил банку на стол. «Давай вернемся к Винси. Я хочу еще поговорить с той теткой из верхней квартиры. Может, ей удастся что-нибудь вспомнить?» Квинси двинулся за другом, задержавшись лишь для того, чтобы поцеловать в щеку Эмбер. «Мы пошли, милая, до встречи». Лили, толстая женщина, слегка шепелявила. «Меня зовут Лили Лангола». Она являла собой экзотическое зрелище. Грязный желтый халат, пушистые голубые шлепанцы в мелкозавитых желтых волосах. На макушке кокетливо торчала розовая заколка. По крайней мере, на этот раз она впустила их в квартиру. Стоило Майклу показать свой жетон детектива, и дверь была распахнута немедленно. «Ну, Лили!» Голос Квинси был тих и ровен. «Когда вы в последний раз видели Риту Полане?» «Я не шпионю за людьми», — недовольно ответствовала Лили, тяжело опуская свое огромное тело на старую бордовую кушетку, обивка которой была прорвана в нескольких местах. «Никто не скажет, что вы шпионите, если вы просто в курсе всего, что происходит», — мягко заметил Квинси. Майкл посмотрел в окно. Ясно было, что женщине очень удобно отсюда наблюдать за всем, что происходит на улице. Если здесь что-нибудь случилось, она никак не могла этого пропустить. Он повернулся к женщине. «Лили», — тихо спросил он, «почему вы назвали ее шлюшонкой?» «Закон не запрещает так называть людей», — агрессивно вскинулась та. Майкл решил использовать все свое обаяние. Его прямой взгляд уперся в нее. «Конечно, Лили. Я уверен, что такая умная женщина, как вы, не будет делать ничего запрещенного законом». Его взгляд возымел желаемый эффект. Лили поправила заколку в волосах, неожиданно сообразив, что выглядит она не лучшим образом. Майкл понял, что она у него в руках и быстро стал забрасывать женщину вопросами, сбивая ее с толку, не давая опомниться. У нее было шумно, Лили. Она никогда не сидела дома, принимала у себя гостей. «Это верно», — согласилась Лили. «Что верно?» Лили заколебалась. Ей очень хотелось угодить ему. «Мужчины? Они все время приходили и уходили». Он почувствовал странную обреченность, словно в живот ему вошло лезвие ножа. «Сколько мужчин?» «Лили?» — спросил он, стараясь не повышать голоса, ибо понял, на что она намекает. «Один человек за ночь? Двое?» «Ну-ну, Майкл, не думай сразу о плохом», — начал Квинси. Но Майкл взглядом заставил его замолчать. Лили на секунду закатила глаза, задумавшись. «Сперва несколько человек, все время разные. Ходили к ней и днем, и ночью», — сказала Лили, дергая свою заколку. «Потом остался только один. Он постоянно приходил к ней недели две, а однажды явился вечером, забрал ее, и они уехали. Больше я ее не видела». «А ее маленькая девочка была с ней? Лили?» — тихо спросил Майкл. «Может, и была». «Что значит «может, и была»?» — «Мать твою!» — неожиданно сорвался Майкл. «Была она или не была?» «Тихо, тихо!» — Квинси торопливо встал между ними. Лили отшатнулась. «Полегче, пожалуйста. Лили старается все вспомнить, не так ли, дорогуша?» Лили была потрясена. Ткнув унизанным дешевыми кольцами пальцем в Майкла, она спросила. «Что это с ним стряслось?» «Девочка, его ребенок Лили», — объяснил Квинси. «Вы же понимаете, как он беспокоится, правда?» «А вы уверены, что он из полиции?» — поинтересовалась Лили, подозрительно глядя на Майкла. «Так же, как я!» — невозмутимо солгал Квинси. «Ну, давайте-ка, Лили, поройтесь в своей памяти». Работая над материалом о Бобби Раше, Кеннеди вскоре пришла к выводу, что он одержим работой и явно рассчитывает переплюнуть своего знаменитого отца. Она заметила, что как только в разговоре возникало имя Джерри Раша, Бобби начинал отвечать как автомат. Все ответы были примерно одинаковы. «Мой отец — замечательный актер. Мы очень разные. Джерри мне никогда не помогал. Да, я видел все его фильмы. Я вырос в доме Раша, так что было трудно этого не сделать. Мы совсем не похожи. Я не знаю, видел Джерри трудные слезы или нет. Нет, вместе мы работать не собираемся». «Хм...» — подумала Кеннеди. «Интересно, как бы прокомментировал высказывание Бобби психиатр?» Вообще-то идея казалась неплохой — написать интервью, перемежая ответы Бобби комментариями известного психиатра. Это обещает быть интересным. Как только она собралась позвонить агенту Бобби по связям с прессой, раздался звонок Розы. «Солнышко, ты должна сделать небольшое одолжение», — на одном дыхании проговорила Роза. Кеннеди застонала. «Бойтесь, друзей, просящих об одолжении», — сказала она, недоумевая, что нужно от нее Розе на этот раз. Роза находилась в весьма боевом настроении. «Не будь такой радость моя. Ты мне действительно очень нужна». «Зачем?» «Пообедать». «Это еще зачем?» — подозрительно спросила Кеннеди. «Приезжает из Атланты лучший друг Ферди, и мы хотим, чтобы ты пообедала с нами». «Роза», — терпеливо объяснила ей Кеннеди. «Ферди — негр. Ему 25 лет, и он занимается баскетболом. Как бы ни была велика моя любовь к тебе, я отказываюсь идти обедать с его лучшим другом». «Младенцы — не моя специальность». «Я уже обещала Ферди, что ты придешь». «Это было очень глупо с твоей стороны». «Он объяснит твой отказ предрассудками». «Это смешно». «Докажи, что это не так». «Нет, Роза, я не хочу». «Ну, пожалуйста, я никогда ни о чем тебя не просила». «Это была ложь». Но Кеннеди сдалась. «Ладно», — согласилась она, зная, что совершает ошибку. «Ты просто прелесть», — обрадовалась Роза. «В плюще восемь. Оденься как можно сексуальней. Это его первый визит в Лос-Анджелес». «Роза!» «Поздно». Роза повесила трубку. «О, Господи!» «И зачем она только согласилась?» «Наверное, одиночество». «Ха! Одиночество». Она не чувствовала себя одинокой. Ей нравилось быть одной, совершать долгие прогулки по пляжу, читать, кататься по пасифе Костхайвы в своем каруете 1986 года. Она даже не прочь была пообедать в одиночестве в ресторане. Хотя большинство старается никогда этого не делать. Ну, ладно. Обед восемь, и все». Она позвонила агенту Бобби Раша. Журнал уже договорился об интервью. Эльспет, пресс-агент, оговорила условия интервью. «Все, что надо было Кеннеди, это уточнить время и место». Эльспет говорила короткими, отрывистыми фразами. «Завтрак во временах года в пятницу. Он сможет уделить вам всего час». «Нет», — вежливо отказалась Кеннеди. «Это будет очень большая статья. Главная статья номера. Мне нужно провести с ним весь день. Пару часов на интервью, а все остальное время я буду следовать за ним и набираться впечатлений». «Не пойдет», — резко сказала Эльспет. «Думаю, что мы с вами договоримся», — мягко убеждал ее Кеннеди. «У нас с вами общая цель — всесторонне показать вашего клиента, а я не смогу сделать это, не проведя с ним достаточно времени. Перезвоните мне». Она повесила трубку, не дожидаясь возражений Эльспет. Друг Ферди, Никс, оказался шести футов четырех дюймов ростом, мускулистым и жилистым. У него была шоколадного цвета кожа, мелковьющиеся волосы, приятная улыбка и преданные собачьи глаза. Речь его была живой и образной. Он был обаятелен и вежлив. Они приятно провели время с Ферди и Розой, а когда обед был закончен, Никс, отклонив возражение Ферди, заплатил по счету. Он произвел на Кеннеди хорошее впечатление, особенно тем, что вызвался проводить ее домой, чтобы убедиться, что она доехала благополучно. Повинуясь внезапному импульсу, она пригласила его на чашку кофе, и, проболтав часа два, они оказались в постели. Она не ожидала этого и определенно не хотела. Он был на десять лет моложе ее. Но он оказался, пожалуй, самым умелым любовником, который у нее когда-нибудь был, если не считать мужа. Она была потрясена его опытностью. «Я баскетболист», — широко улыбнулся Никс, когда Кеннеди заговорил с ним об этом. «У нас мозг и тело великолепно скоординированы». После двух фантастических оргазмов она парила в облаках. Прошло уже три месяца со времени ее разрыва с коллегой Розой, и Никс, как говорится, оказался в нужном месте и в нужное время. У него даже были с собой презервативы. Он перевернул ее на живот и принялся ласкать ее спину кончиком языка. Она почувствовала, что сходит с ума. «Не надо», — лениво пробормотала она. «Я не такая выносливая, как ты». «Такая же точно», — засмеялся он. И был прав. Ее выносливость оказалась на должном уровне. И когда он принялся ласкать ее грудь, Кеннеди перекатилась на спину, готовая на все. Ник был профессионалом. Оргазм номер три. Кеннеди просто мурлыкала от восторга. Они уснули вместе, а когда она проснулась, утром от телефонного звонка его уже не было. Схватив трубку, она сонно пробормотала. «Алло!» «Ну как?» Роза умирала от любопытства. «Что как?» — сладко потягиваясь, переспросила Кеннеди. «Детали, Кеннеди!» «Я жду услышать все в деталях!» «Целоваться и шушукаться я давно бросила». «Ты скучная!» — обиженно протянула Роза. Кеннеди таинственно рассмеялась. «А вот Никс придерживается другого мнения». «Значит, он остался!» — радостно заявила Роза. «Он все еще у тебя?» «Я позвоню тебе позже», — пообещала Кеннеди. встала и пошла в ванную, где нашла записку, которую Никс приклеил на зеркало над умывальником. «Спасибо за памятную поездку в Лос-Анджелес. Если разрешишь, позвоню тебе в следующий раз». Она не смогла сдержать улыбку. «Да, эта поездка запомнится им обоим. Но нет, повторения не будет». Это был роман на одну ночь. Ни больше, ни меньше. Через пятнадцать минут, приняв теплый душ, она позвонила пресс-агенту Бобби Раше. В пятницу, резко, как всегда, сообщила ей Эльспет. «Встречаемся в его офисе в студии в десять часов». «А мне удастся провести с ним день? Он очень занят. Но если вы пообещаете, что не будете высовываться...» Как только я сделаю интервью, он меня даже не заметит. «Как же не заметит? Но, надеюсь, ты мне поверишь». Он взял на прокат машину, воспользовавшись вымышленным именем. Ничего броского, ничего запоминающегося. Самый обычный черный форт. Он остановился возле Сирс и купил за наличные черные брюки, темную рубашку с длинными рукавами и черные кроссовки. Ему были нужны еще темные очки, но тщеславие не позволило приобрести их в Сирсе. Он купил дорогие очки от Армани в магазине Фреда Сегала в Санта-Монике. Когда он добрался домой, надежно заперся в своей комнате и примерил новый костюм, то остался доволен. С тех пор, как он вышел из тюрьмы, у него отросли волосы. Он аккуратно уложил их гелем назад, стянул резинкой, затем долго смотрел на себя в зеркало, принимал различные позы, снимал очки и вновь надевал их. И, наконец, решил, что он очень похож на своего кумира, на Стивена Сигала. В тюрьме он по нескольку раз смотрел все его фильмы, особенно фильм про месть. Стивен Сигал понимал, как важно сводить счеты. Стивеном Сигалом он восхищался. Вообще-то, он был против того, чтобы восхищаться людьми. Восхищение – проявление слабости. Гораздо правильнее всех ненавидеть. Тогда до тебя не доберутся. Он рано усвоил эту важную истину. К сожалению, он не всегда поступал так, как следует. Главной причиной его падения стала девушка. Симпатичная девушка с длинными шелковистыми золотыми волосами, незаботковыми глазами и неожиданной улыбкой. Эта девушка довела его. Она поощряла и соблазняла его своими прозрачными платьями, по тонкой тканью которых просвечивала манящая маленькая грудь. Она улыбалась, кокетничала и принимала от него подарки. Но когда подошло время расплачиваться, повела себя с ним, как с посторонним. Сука! Шлюха! Все они такие. Он не любил думать о девушке, ибо это, по ее вине, семь лет жизни он провел в тюрьме. Он сердито гнал ее из своих мыслей. Она получила по заслугам. Иногда он просыпался посреди ночи и видел перед собой ее лицо. Ночью он слабел. Его одолевали сладострастные воспоминания, и он вынужден был сам избавляться от напряжения. Он ненавидел ее за то, что она сделала с ним. Он любил ее и будет любить вечно. Чернокожая экономка жила в пристройке рядом с домом. Он подозревал, что она шпионит за ним. Если она не уймется, ему придется внести ее в список. Его взятый на прокат автомобиль был припаркован у дороги. Он незаметно поменял номера и сел за руль. До Агура-Хиллс долгий путь, а он не хотел опаздывать. Они сидели бок о бок в косметическом салоне. Черилл обрабатывала ноги воском. Джордана делала маникюр. Это был еженедельный ритуал. Необходимо следить за собой. У меня вечеринка, объявила Черилл и осторожно добавила. Если хочешь, приходи. Что за вечеринка? Подозрительно спросила Джордана. Прошла почти неделя с тех пор, как Черилл объявила о своем желании стать голливудской мадам. И больше ее друзья с ней не говорили об этом. Сборище, на котором будет несколько моих девочек и множество потенциальных клиентов, жизнерадостно заявила Черилл. Всю неделю я висела на телефоне. Спасибо за приглашение, но не думаю, что я им воспользуюсь. Грэнд придет. Я в этом уверен. Я бы хотела, чтобы ты поддержала меня. Зачем? В свое время мы и так наделали немало глупостей. Тебя постигнет неудача, Черилл. Жди. И подожду. У меня есть кое-какая информация, которая тебя заинтересует. Загадочно произнесла Черилл. Джордана изучала свои ногти. Они были крепкие, гелинные и блестящие. Маленьким, но важным дополнением было то, что она, наконец-то, отучилась их грызть. Какая информация? Заинтересовалась она. Весьма соблазнительная. Так выкладывай. Не здесь. Иногда, большую часть времени, Черилл бывала просто невыносима. Найдя свое призвание, она стала еще хуже. О чем? Спросила Джордана. О твоей последней мачехе. Джордана подавила зевок. Ну и что она сделала? Сейчас ничего. Черилл многозначительно посмотрела на пуэрториканку, она посмотрела на пуэрториканку, умело покрывающую ее ноги воском. Мы поговорим позже. Наедине. Джордана ненавидела, когда приходилось чего-то ждать, особенно новостей. «Расскажи же, Черилл!» попросила она настойчиво. «Это не для инквайера», серьезно сказала Черилл. «Учись быть терпеливой». «Терпение-то во мне не на грош. Это мне известно». «Ну как?» «Ну так где твой отец встретил Киму?» Покачав головой, Джордана ответила. «Я не знаю. Папочкина личная жизнь не самый интересный предмет для меня». «Попробуй спросить ее», предложила Черилл. «Посмотри, что она скажет». «Зачем?» «Просто попробуй». «И когда я узнаю это, ты мне все расскажешь?» «Предлагаю завтра устроить линч в кафе Рим в полвторого. Ты платишь. Обещаю, что не пожалеешь». «Привет, папочка!» Джордан Левитт, сидевший за письменным столом, удивленно поднял голову. «Моя дочь у меня в гостях. Кто помер?» «Решила заскочить, узнать, как у тебя дела», ответила Джордана, не обратив внимания на его сарказм, и плюхнулась в одно из окромных кожаных кресел, стоящих напротив массивного дубового стола. «Очень мило было с твоей стороны проделать долгий путь от домика для гостей». Широко улыбнувшись, Джордан снял свои очки для чтения в роговой оправе. «Бог ты мой!» «Он красив!» «Подумала Джордана. Что это с ним? Он не стареет, только становится все привлекательнее». «Предполагаю, что твое месячное содержание необходимо повысить», добавил он, и, открыв ящик письменного стола, достал чековую книжку. «Нет». Джордана была обескуражена тем, что, по его мнению, она пришла только за этим. «Деньги не единственное, зачем я могу к тебе прийти». Он положил чековую книжку на стол и взял золотую ручку. «Это обнадеживает». Джордана смущенно заерзала. «Я... Ну... Я думаю, что соскучилась по тебе». Ей было нелегко признаться в этом, но хотелось, чтобы он знал. Она жаждала его нежности и заботы, но у него все чувства уходили на очередную жену. Было бы прекрасно, если бы он хоть немного внимания уделял своей дочери. Джордан явно был доволен. «Скучала по мне, а?» «Да, ты ведь мой отец. А с того времени, как ты снова женился?» Она замялась, не вполне уверенная в том, что хочет сказать. «Кстати», — добавила она, «а где ты познакомился с Ким?» «Что за вопрос?» «Вполне нормальный вопрос». «Нас познакомил общий приятель». «Как мило!» В голосе Джордана появились критические нотки. «С тех пор, как я женился на Ким, мы бесчисленное количество раз звали тебя к нам пообедать. Ты ни разу не соблаговолила прийти». «Я была занята». «Чем?» Его лицо посуровило. «Писала», — защищаясь, произнесла она. «Я пишу книгу». «Не вполне правдиво», — подумала она. «Но идея хороша». Это его заинтересовало. «Книгу?» «О чем?» Ее внезапно осенило. «О том, каково это — вырасти в Голливуде». Секунду он молчал, затем заговорил медленно и веско, стараясь, чтобы она не пропустила ни слова. «Надеюсь, книга не о нашей семье?» Они вечно ссорились. Разговор шел к этому, и оба это чувствовали. Джордана, упрямо выдвинув челюсть вперед, приготовилась к бою. «Все может быть. Если я захочу», — сказала она тоном, в котором ясно читалось, «не учите меня жить». «Нет, Джордана», — резко сказал он, «это вызов». «Нет». «Почему?» — быстро спросила она. «Не нужно никаких откровений о нашей семье. Тебе понятно?» Она хотела сказать, что он может катиться к черту. Она вполне могла заявить это кому угодно, но не родному отцу. В его присутствии она все еще чувствовала себя двенадцатилетней девочкой. «У меня контракт», — солгала она, «с крупным издательством». левый глаз Джордана задергался. Верный признак того, что он ужасно зол. «С каким?» «Это мое дело», — заявила она, чувствуя себя непослушным ребенком. «Сколько они тебе платят?» «Не важно». «Думаю, что скоро ты сочтешь это важным». «Что это значит?» Он встал, внимательно глядя на нее. «Это значит, что тебе придется заботиться о себе самой, если ты напишешь книгу о нашей семье. Тебе придется убраться из моего дома и жить где-нибудь в другом месте». Ее глаза наполнились слезами, и ей пришлось приложить сверхчеловеческие усилия, чтобы не разрождаться. Она не будет плакать перед ним, не покажет, как на нее действуют его слова. «Прекрасно», — холодно сказала Джордана, вскакивая с места. «Иду собирать вещи». «Иди», — резко произнес он. «И пойду, чертов папочка, иду». Она выбежала из комнаты. Цель не достигнута. Все, что ей было надо, узнать, где отец познакомился с кем. И вот чем это закончилось. Как обычно, ссорой. И когда она научится не спорить с отцом, теперь же ей было некуда податься. Вернувшись в домик для гостей, она позвонила Шепу. «Мне нужно место, где я могла бы жить», — торопливо проговорила она. Шеп вздохнул. «Все это он слышал не в первый раз. Одну ночь, две. На этот раз я навсегда. Я не могу больше терпеть это дерьмо. Переезжаю по-настоящему». «Да, конечно». Шеп ей не верил. «Я действительно переезжаю», — настаивала Джордана. «Ты всегда так говоришь». «Но я могу приехать или нет?» «Можешь». Без особого энтузиазма заметил Шеп. Джордана набила свою машину вещами. Затем, не оглядываясь, уехала прочь. Из окна своего кабинета Джордан наблюдал за ней. Такая красивая, такая беспокойная, совсем как ее мать. Черт возьми, как он хотел сделать для нее что-нибудь. Все дело в том, что он не имел понятия, чего хочет Джордана. Материально он дал ей все, что только можно желать. Жилье, каждый год новая машина по ее выбору, кредитные карточки и приличные суммы. Он никогда не говорил ей нет. Да и как он мог? На секунду он отвлекся и вспомнил Лилиану, свою первую жену, мать своих детей, единственную женщину, которую он любил по-настоящему. Она была сумасшедшей. Так говорили все. Когда он подписывал бумаги, необходимые для того, чтобы поместить ее в частную клинику, это делалось для ее же пользы. Откуда он мог знать, что она вскроет себе вены и умрет, оставив его с двумя детьми на руках? Конечно, он недолго оставался одиноким. Новый брак казался удобным выходом из положения. Беда была лишь в том, что дети не приняли ни одну из его жен, а их было не так уже мало. И в довершении всех свалившихся на него проблем его единственный сын, мальчик, у которого было казалось «все, живи и радуйся», покончил с собой. Полиция утверждала, что из окна роскошной нью-йоркской квартиры Джемми толкнули наркотики. Джордан не знал, чему верить. Его сын не был наркоманом. Джордан считал происшедшее ужасной случайностью. Некоторое время Джордан не мог прийти в себя. Пресса рвала его на части. Джордана пустилась во все тяжкие, и его жизнь разваливалась на глазах. Но Джордан лучше, чем кто-либо владел искусством выживать. Ведь он прибыл в Голливуд в 1948 году, убежав из дома 16-летним подростком. У него не было ничего. Ни перспектив, ни денег. За годы он сам создал себе репутацию. Сломить Джордана Левита не могли никакие семейные трагедии. За несколько месяцев, прошедших с момента гибели Джемми, он отправил Джордану учиться в Париж, развелся с очередной женой и выпустил два новых фильма. В кабинет вошла Ким, прервал его размышления. Ким была самой молодой и любящей из всех его жен. Он был для нее важнее всего, и это чертовски ободряло иметь под боком женщину, которая так о тебе заботится. И какое значение имело то, что она моложе его более, чем на 30 лет. Возраст понятие дома и превосходно с этим справлялась. Разумеется, это стоило денег. Но когда женщины обходились дешево, он встал навстречу и раскрыл ей объятие. Иди сюда, малышка. Ким обняла его, и они долго стояли так. А пока белый паршет Джорданы несся вниз по сансет. Слезы застилали девушке лицо. Из колонок на полную мощность звучал Джимми Хендрикс. На следующий день собранная и спокойная Джордана Левитт вплыла в кафе Рим, кое-кому кивнул на ходу, окинув взглядом, как обычно, группку безработных итальянских актеров, сравнивающих за угловым столиком уровень тестостерона в крови, шансы заработать и количество девиц, с которыми они успели переспать. Чирилл уже сидела за столиком и, попивая кофе, старательно записывала что-то на желтой салфетке. «Я не опоздала?» осведомилась Джордана, мельком глянув на свои часы кортье пантера. «Нет». Чирилл положила ручку. «Я пришла пораньше. Мне надо было поговорить с одной девочкой, роскошной свеженькой блондинкой, только что из Далласа». «Господи!» воскликнула Джордана. «Ты уже начала говорить как сутенер. Зубы-то ты ей проверила?» «Превосходные зубы!» Чирилл позволила себе слегка улыбнуться. «Я смеюсь!» резко сказала Джордана. «Ну, что новенького?» поинтересовалась Чирилл, добавив в кофе бескалорийного сахара и энергично размешивая его. «Ничего особенного», пожал плечами Джордана. «Я переехала». «Опять?» «На этот раз окончательно». «Ладно», произнесла Чирилл, «Как видно, пора рассказать тебе обещанную историю». «Давай». Джордане не терпелось выслушать подругу. Без дальнейших проволочек Чирилл заговорила. «Твоя мачеха была шлюхой», произнесла она, наслаждаясь каждым словом. «Не поняла?» заморгала Джордана. «Вообще-то шлюхами мы их не называем», невозмутимо продолжала Чирилл. «Обычно их вежливо называют девочками для вечеринок». Джордана нахмурилась. «Ты что, шутишь?» «Зачем я стала бы это делать?» невинно поинтересовалась Чирилл. «Искренне надеюсь, что нет. Это слишком важно». Чирилл принялась объяснять. «Я нашла ее в записях Донны. Кимберли Анна Остин из Сан-Диего. Она добрых полгода работала на Донну. Затем встретила твоего отца и, как говорится, ушла на покой». Джордана была потрясена. Все это явилось для нее полнейшей неожиданностью. «Ты уверена, что это была она?» «Совершенно уверена. Донна очень скрупулезна. Она хранит подробное досье на каждую работавшую у нее девушку. Там есть фото». Джордана забарабанила пальцами по столу. «Можно взглянуть?» Порывшись в сумочке, Черил достала цветную фотографию и протянула подруге. Джордана внимательно изучила ее. Это действительно была Ким. Маленькая мисс прелесть. Да, ей повезло. Еще бы, поймать в своей сети такого человека, как Джордан Левитт. «Да, это она», неохотно подтвердила Джордана. «Дрянь! Что же мне делать? Сказать ему?» «Зная твоего отца, могу сказать, что вряд ли он это оценит», заметила Черил. «Кроме того, это было бы тяжелым ударом по его мужскому самолюбию». «Не могу я скрыть это от него. Предоставь ему узнать об этом самому в свое время. Тебе ни к чему вмешиваться, это его только огорчит». «Мне кажется, ты права». Джордана разрывалась между желанием разоблачить Ким и боязнью ранить отца. «Почему бы и нет? Но зачем? Он никогда не делал ничего, чтобы намеренно задеть меня. Но разве он не задел тебя сейчас, фактически вышвырнув на улицу?» «Ты никому не расскажешь об этом?» спросила она, зная, что Черил любит посплетничать. «Я забочусь о своем бизнесе», самодовольно заявила Черил. «Мои клиенты в любом случае могут рассчитывать на конфиденциальность и соблюдение тайны». «Он не твой клиент», напомнила Джордана. «Но может им стать», сознанием дела заявила Черил. «Когда с кем будет покончено?» Глотнув кофе, она добавила. «Знаешь, у меня есть несколько по-настоящему привлекательных девочек. Если тебе попадутся потенциальные клиенты, направи их ко мне». «Я буду платить тебе комиссионные». «Ты невыносима». «Спасибо за комплимент». Рано утром Мак Брукс позвонил Бобби Рашу. Накануне он весь вечер спорил с Шарлин. Она не хотела, чтобы он прямо звонил Бобби. Она предпочла бы, чтобы он действовал через агентов. Но у Мака не было желания связываться с этой шушерой. Половину сделок агенты обычно проваливали, а в этой он был очень заинтересован. Он чувствовал, что ужасные глаза обещают стать сенсацией и весьма желал быть режиссером этого фильма. Агенты смогут приняться за дело лишь тогда, когда он устно уже договорится с Бобби. В этом случае им немного удастся напороть. Бобби сам подошел к телефону. Хороший знак. Нет ничего хуже, чем безуспешные попытки связаться со звездой по телефону. Эй, Бобби, сказал он, это Мак Брукс. Помнишь, ты говорил, что торопишься? Я решил сотрудничать с тобой. И все, что мне нужно знать, это когда мы начинаем? Майклу ни разу в жизни не приходилось чувствовать себя более беспомощным. И это ему не нравилось. Подсознательно он ощущал, что с Беллой все в порядке. Но найти ее не мог. И это выбивало его из колеи. Ему наконец-то удалось дозвониться тетке Риты в Нью-Йорк. Но та ничего не знала. У нее был лишь старый адрес племянницы. Они никогда не были особенно близки. А ее подруги? Спросил Майкл, имея в виду трех пышноволосых блондинок из Бруклина с громкими голосами и плохими манерами, имен которых он не запомнил. Тетка Риты пообещала, что попытается их найти. Два дня прошли впустую, и он знал, что должен действовать быстро, иначе недолго и сойти с ума. Он снова посетил Лили, принес ей цветы, надеясь, что этот знак внимания поможет вернуть ей память. Не вышло. Она по-прежнему ничего не могла вспомнить. Он спустился в квартиру Риты и некоторое время сидел на кушетке. Он уже тщательно обыскал всю квартиру, ища ключ к разгадке, ища хоть что-нибудь, что помогло бы найти его ребенка. Он помнил, что когда они были женаты, Рита прятала вещи, деньги свои, украшения, письма от поклонников, о которых ему не полагалось знать. Она всегда выбирала для своих тайников странные места. Крепления люстры, мешки для сбора пыли в пылесосе. Он уже обыскал квартиру, но решил еще разок попытать счастье. Он начал с кухни, прошел через крошечную ванную, методично обшарив все, вплоть до пластикового мешка с грязным бельем. Рита любила кружевное белье, и здесь его было видимо-невидимо. лифчики на косточках, микроскопические трусики, старомодные чулки и куча разноцветных колготок. О, воспоминания! Еще во время их первых свиданий он должен был бы понять, что она не принесет ему счастья, но он так безумно хотел ее, что ни о чем другом не мог думать. А теперь все пропало. Майкл Скорсини женился на Рите Полане холодным декабрьским утром за три недели до Рождества. На ней было белое атласное платье, обсыпанное фальшивыми бриллиантиками и слишком сильно декольтированное. Он был в темном костюме и скромно неестественно улыбался. Рита была на четвертом месяце. Он был пьян. У нее семьи не было, поэтому присутствовали лишь его родные. Его брат Сел гордо ухмылялся, стараясь увидеть больше, чем позволяла вызывающая декольте невесты. Их мать Вирджиния худая нервная женщина курила не переставая. Отчим Эдди был толст, стар и страдал артритом. Присутствовали также дальние родственники и куча друзей. Майкл помнил, как по пути в отель, где должен был пройти их медовый месяц, они с Ритой лихорадочно обнимались во взятой на прокат машине. Они так хотели друг друга, что были не в силах ждать. Когда он наконец избавился от любовного дурмана, Рита утратила для него всякую привлекательность. Теперь она исчезла вместе с его ребенком, и он чувствовал себя как утопающий. Неза что ухватиться, негде искать. Полиция также была бессильна. Закурив, он пустил к потолку несколько сизых колечек и задумался. Рита любила танцевать. Субботними вечерами она наряжалась, они приглашали к ребенку няню и отправлялись в город. Пока он пил, он умел танцевать. Когда он бросил пить, все это куда-то улетучилось. «Если ты не пойдешь со мной, я отправлюсь на танцы с подругами», угрожала она, ожидая, что он будет спорить. Майкл же был просто счастлив остаться дома перед телевизором и смотреть соревнования по баскетболу, пока Белла мирно спала в соседней комнате. Интересно, Рита по-прежнему проводит таким образом субботние вечера? Если она жива, она все еще танцует. При мысли о том, что, возможно, его бывшей жены нет в живых, холод пробежал по его спине. Где-то там его дочь, и он найдет ее во что бы то ни стало. Потушив окурок, он еще раз огляделся по сторонам и направился обратно к Роббинсу. Кеннеди пришла вовремя. Она всегда гордилась своей пунктуальностью. Бобби Раш опаздывал. Его пресс-агент Альспид, угловатая, рыжая, веснущатая дама лет сорока, затрудненным дыханием не извинялась и ничего не объясняла. Битый час. Кеннеди просидела на кушетке в вестибюле. В одиннадцать часов она поинтересовалась. Вы уверены, что он придет? Я могу только сообщить ему о встрече, не слишком приветливо произнесла Эльспид. Почти весь этот час она тихо и зло пререкалась с кем-то, по-видимому, с мужем или любовником по телефону. Вы можете и больше, возразила Кеннеди. Например, можете позвонить и узнать, где он. Эльспид шумно вздохнула и принялась названивать по телефону. Его ассистент думал, что интервью должно состояться в понедельник, резко произнесла она. Сейчас он в Паум Спрингс. Великолепно. Кеннеди ждала извинений. Женщина не произнесла ни слова. Схватив свою сумочку, подделку под Шанель, она поспешила к двери. Кеннеди, встав, последовал за ней. Так что? Бобби Раша сегодня не будет? Я уже сказала. Эльспид явно раздражала, что ей приходится что-то повторять. Он в Паум Спрингс. Будьте здесь в 10 часов в понедельник. И, крепко сжав свою фальшивую Шанель, она вышла, не дожидаясь ответа. Потрясающее хамство, подумала Кеннеди. Нет ничего хуже, чем пресс-агенты, возомнившие, что они столь же важны, как нанявшие их звезды. Должно быть, Бобби Раш очень глуп, если держит у себя на работе такую хамку. В перспективе был пустой день, и это нервировало Кеннеди. Она гордилась своей способностью тщательно организовывать время. Фил называл ее королевой списков. Она записывала все дела. Он мог посмеиваться над ее организаторскими наклонностями, но они вне всякого сомнения очень помогали им в путешествиях и способствовали тому, что в журналистских кругах все относились к Филу и Кеннеди с уважением. И вот теперь она вынуждена брать интервью у каких-то актеришек, которые даже не считают нужным прийти в назначенный день. Черт бы побрал Мейсона. Она что, собачка, готовая прыгать по его приказу. Где ее журналистские принципы? Она разозлилась на самую себя и покинула офис с твердым намерением серьезно поговорить с Мейсоном и выяснить, так ли необходимо, чтобы героем статьи был именно Бобби Раш. Кеннеди прошла по коридору, вызвала лифт и с нетерпением принялась ждать. Через пару секунд она раздраженно забрабанила в дверь. Конечно, с третьего этажа вполне можно было бы спуститься и пешком, но уж больно не хотелось. В такой поганый день она запросто может свалиться с лестницы и сломать себе шею. Как только она собралась постучать еще раз, двери открылись, и из лифта вышел мужчина в спортивных шортах, майке и бейсболке. «Извините», дружелюбно произнес он, «я заставил вас ждать?» «Да». Кеннеди не терпелось выместить на нем свое дурное настроение. «Сами знаете, как это бывает», обезоруживающе улыбнулся он. «Меня задерживал один парень снизу, и я не мог закрыть дверь». «Вы должны были выйти», ледяным тоном заявила Кеннеди. «Пока она говорила это, двери закрылись и лифт уехал». Кеннеди выразительно чертыхнулась. «Мне очень жаль», произнес он извиняющимся тоном. «Вы опаздываете?» «Сегодня у меня неудачный день». Она грустно тряхнула головой. «Я должна была встретиться с Бобби Рашем, а он не явился». «Вы здесь по поводу интервью?» «Да». «Так пойдемте, сейчас мы этим и займемся». «Мистер Раш!» саркастически произнесла она. «Находится в Паум Спрингс. Мистер Раш слишком занят сегодня». «Эй!» он ухмыльнулся. «Мистер Раш прямо перед вами, и мне до зарезу нужен ассистент. Так что пойдем?» Она вскинула брови. «Вы и есть Бобби Раш?» Его улыбка стала еще шире. «Так точно». «Я не узнала вас», призналась Кеннеди, констатируя очевидный факт. Было ясно, что он точно так же не имеет понятия, кто она и зачем пришла сюда. Он уже направлялся в офис. Обернувшись, поманил ее. «Идем», он ободряюще подмигнул. «Пока я приму душ, ты можешь приготовить кофе?» «Ну конечно». Слабая женщина повелитель принимает душ. «Как овшовинист! Может он еще приставать к ней начнет? Сексуальное домогательство это будет нечто пикантное». В крови забурлил адреналин. «Какие возможности для статьи!» «Я всех отпустил», объяснил он, идя в офис. «В понедельник мы начинаем работать над моим новым фильмом, и пока работа не закончена, выходных не будет». «А что за фильм?» поинтересовалась Кеннеди. «Ужасные глаза», ответил он, «если будете здесь работать, сможете прочитать сценарий». «Мне повезло», думала она, входя в его личное владение. Указав на маленький бар, он пояснил. «Кофе в холодильнике, кофеварка вон там, я пью черный без сахара». Он открыл боковую дверь, и Кеннеди заметила, что там находится ванная. Он вошел в ванную. «Хм, что может быть лучше, чем провести интервью с Бобби Рашем, когда он уверен, что наоборот интервьюируют ее?» Она огляделась. Его офис был большим и светлым. Минимум обстановки. На стенах плакаты кадры из фильмов, на столе куча сценариев. Ничего интересного. Открыв маленький холодильник, Кеннеди достала пакет молотого кофе и насыпала немного в кофеварку. Перекрывая шум льющейся в ванной воды, послышался стук в наружную дверь. Кеннеди открыла. На пороге стояла серьезная молодая женщина в круглых очках. «Привет», поздоровалась она, «Я Дженни Скотт. Я пришла на интервью с мистером Рашем». «О, Дженни!» Кеннеди чувствовал себя виноватой. «Но работа есть работа, и такую возможность упускать не хотелось». «Мистера Раша сегодня нет. Вы не могли бы прийти сюда в десять часов в понедельник?» «Да, но...» нерешительно произнесла Дженни. «Мне сказали, что это срочно». «Это не настолько срочно», холодно возразила Кеннеди. «Приходите в понедельник, он будет счастлив видеть вас». Женщина ушла, и, вернувшись к кофеварке, Кеннеди налила две чашки крепкого кофе без сахара и усел из-за стол, сверкающий стеклом и хромом. Через несколько минут появился Бобби, одетый в потертые джинсы и свитер с надписью «У-К-Л-А». Он весело улыбнулся, его светло-русые волосы, влажные после душа, завивались. «Господи, как хорошо», произнес он. «Единственная проблема состоит в том, что я умираю с голоду. Как насчет того, чтобы пойти поесть?» «Пойдем», согласилась она, решив, что живьем он гораздо привлекательнее, чем на экране. Он словно излучал энергию, его голубые глаза были пронзительны и чисты. Бесспорно, он сексуально притягателен. Но кому до этого дело? Возможно, ее будущим читателям. «Ну так пошли», позвал он уже стоя в дверях. Она шла вслед за ним, приглядываясь на ходу. Уверенная походка, хорошая фигура. «Хм, очень мило». Выйдя на улицу, Бобби надел темные очки. Кеннеди последовала его примеру. «Я, признаться, говорил Бобби по дороге, ждал кого-нибудь помоложе. Работа это, по сути, дело для подростков. Очень много беготни. Вы же выглядите так, будто уже прошли эту ситуацию в своей карьере. Это что-то, что можно делать», неопределенно отозвалась она. Приподняв очки, он испытующе взглянул на нее. «Что, что? что можно делать для развлечения?» «Правильно, она постаралась не поддаться его обаянию. Я очень требователен». Взгляд его был по-прежнему внимателен. «Уверена в этом. Я хочу сказать, что для вас это, конечно, может быть развлечением, но я рассчитываю, что человек, которого я нанимаю, будет дневать и ночевать на рабочем месте». «Дневать ночевать?» ехидно переспросила Кеннеди. «Ночевать вы сможете дома». «Очень обнадеживает. Ваше последнее место работы?» «Я работала для одного нью-йоркского журнала». «Хей!» расхохотался он. «Вы не собираетесь всучить мне свой недописанный сценарий?» «Нет, мистер Раш, смею заверить». «Зовите меня Бобби». Они вошли в закусочную. Пока они шли к столику, Бобби несколько раз поздоровался. Как только они сели, официантка средних лет подошла к ним. «Привет, Бобби! Что мы сегодня будем? Бекон и яйца или же фрукты?» «Фрукты, милочка». И, погладив себя по плоскому, как стиральная доска животу, добавил. «Нужно сгонять жир». Официантка хихикнула. «Не беспокойся, Бобби, на тебя смотрят все женщины Америки». «Кому нужны все женщины Америки, когда рядом есть и Мэвис?» И он дружески похлопал ее позаду. Она захихикала еще жизнерадостней. Бобби взял меню. «Что вы будете?» спросил он Кеннеди. «Апельсиновый сок», ответила она. «Может быть, пончики или бекон и яйца?» «Скажите мне, Бобби, вы всегда угощаете завтраком тех, кого собираетесь взять на работу?» Теперь он совершенно явно ухаживал за ней. «Только когда они так же красивы, как вы?» И пристально глядя на нее своими детскими глазами спросил «Как вы сказали вас зовут?» На полпути домой Майклу пришло в голову, что он недостаточно тщательно осмотрел грязную одежду Риты. Все, что он сделал, это вывалив все из мешка на пол, бегло просмотрел вещи и сунул их обратно. Но он знал, что Рита изобретательна. Что-то заставило его повернуть машину. Когда он вернулся, Лили высунулась из окна. «Ну как, Лили? Вспомнили что-нибудь?» окликнул он ее. «Все еще думаю, мистер сыщик», игриво отозвалась она, хлопая ресницами. «Не забудьте позвонить мне, если что-нибудь придумаете». Войдя в квартиру Риты, он прямиком пошел в ванную, вывалил всю одежду на пол и принялся методически ее обыскивать. Взяв в руки черные колготки, он почувствовал, что в них что-то есть, и, вывернув, обнаружил три полароидных снимка и кусочек бумаги с именем и номером. Первым делом он просмотрел фотографии. Это было обычным ритинным развлечением позировать перед камерой. На одной из фотографий она была изображена в черном кружевном пояске и в чулках. На лице улыбка. На второй улыбка была на месте, но не было ни чулок, ни пояса. На третьей фотографии был снят обнаженным какой-то неприятный тип. Майкл быстро осмотрел обрывок бумаги. Плохим ритинным почерком было написано «Хирон Джонс Клуб Эротика». Сунув находки в карман, он побросал белье обратно в мешок и поспешил прочь из этой квартиры. Бобби Раш чувствовал себя превосходно. Он любил завтракать с красивыми женщинами. Ему было приятно познакомиться с Кеннеди Чейз, хотя она и не подходила на должность ассистента. Она заинтересовала его. Он проводил ее от закусочной до машины. «Должны были говорить вы, а не я», грустно улыбнувшись, заметил он. «Неужели?» «Обычно это делается так. Я предполагал, что буду задавать вам вопросы, а вышло так, что их все время задавали вы?» «Так вышло потому, что я хотела знать, во что ввязываюсь. Это вы узнали. По-моему, я рассказал вам даже свою биографию. Это было интересно». «М-м-м... Кеннеди, я буду с вами откровенен. Вы слишком квалифицированный специалист для этой работы. Вы не знаете, что я за специалист». «Могу поспорить. Первоклассный». Они рассмеялись. Это звучит как цитата из одного фильма, где герой говорит «Ты слишком хороша для меня, так что мне придется поискать себе что-нибудь новенькое». Он тоже засмеялся. Должен признаться, что мне пару раз доводилось так говорить. «Любите цитаты? Разве не все их любят? Я нет. Это делает вас не такой, как все». Он наблюдал, как она отъехала. «Высший класс! Надо бы уделить ей время, послать цветы, возможно, пригласить куда-нибудь. Переспать». «Ха!» он начинает рассуждать, как отец. «Господи помилуй!» Переспать. Теперь это было уже не столь просто. Теперь всем угрожал спид, и случайные связи ушли в прошлое. Он прекрасно знал, что, как кинозвезда, он может уложить к себе в постель, кого он захочет. Но это не имело ровно никакого значения сегодня. Он был награжден сполна. Сегодня должен был состояться великий обед с Джерри. Дарла настояла, чтобы воссоединение семьи происходило в фамильном особняке в присутствии обоих братьев с их женами. Потрясающе! А ему не с кем пойти, хотя, возможно, оно и к лучшему. Джерри не к кому будет приставать. Он слегка побаивался встречи с отцом через столько лет, хотя в глубине души надеялся, что Джерри изменился, что, возможно, он скажет сыну, что гордится им и его достижениями. Разве не приятно будет выслушать это от старика? Мечтай, мечтай, Джерри самовлюбленный сукин кот и всегда был таким. Чего бы ему меняться? Мы пойдем на вечер, который устраивает Черил? Спросил Шеп, лениво слонявшийся по небольшой уютной кухоньке. Зачем? Джордана вгрызлась в яблоко. Она сидела на столе, просматривая Эл. Это может быть забавно, она отложила газету. Забавно покрутиться в кучу проституток? Я так не считаю. Джордана. Джорди, ты всегда так любила приключения. Иди, если хочешь. А меня совершенно не привлекает вечеринка, устроенная Черил в новой ипостаси голливудской мадам. Ну, ладно, ладно, сдался Шеп. Встретимся позже в Хоумбейс. Договорились, ответила Джордана. Она весь день размышляла об откровениях Черил и думала, нужно ли все рассказать Джордану. В конце концов, если Ким работала девочкой по вызову, отец имеет право это знать. Возможно, я все ему расскажу. Возможно и нет. Ты что, хочешь, чтобы он еще больше взъелся на тебя? Мне плевать. Нет. Она позвонила одному из своих друзей-актеров, с которым бывало весело и у которого всегда водилась травка. Не хочешь прошвырнуться вечером по клубам? С надеждой спросила она. У меня появилась новая подружка, ответил он. Бери ее с собой, я не против. Ты это не против. Да вот она наверняка не согласится. Ты хочешь сказать, что связался с одной из этих ревнивых дурочек? Подколола Джордана. Можно сказать и так, натянут рассказал он. Видно, совсем шалел от любви. Она повесила трубку. Мужчиной. Хороших друзей из них никогда не получается. Но, собственно, зачем ей мужчина? Она вполне может прогуляться и сама. На самом деле, гуляя в одиночку, чувствуешь себя свободнее. после того, как ушел Шеп, она посмотрела по телевизору пару фильмов, заказала большую пиццу с папирони у Джакопа и незадолго до 11 натянула свои самые старые джинсы, мотоциклетные ботинки, мужскую рубашку большого размера и куртку Харлей. Джордана была готова выйти на улицу. Бобби стоял напротив дома в Бетфорде. Он снова чувствовал себя ребенком, глупым мальчишкой, которого отец унижал и твердил, что из него не выйдет толку. Неприятные воспоминания. Нужно высоко держать голову, вспомнить, что он уже не ребенок, он преуспевающий бизнесмен, продюсер, кинозвезда. К чертовой матери Джерри Раша. Бобби больше не боялся его. Он намеревался войти в этот дом настоящим мужчиной и потребовать уважения. Чернокожий слуга, проработавший у Раши 23 года, распахнул дверь. «Мистер Бобби!» гостеприимно улыбаясь, воскликнул он. «Приятно видеть вас снова!» «Спасибо, Джимми!» Бобби кивнул ему. Он вошел в дом как чужак. Дарла сменила всю обстановку. Женам голливудских знаменитостей не оставалось ничего, кроме как обставлять дома и вовсю заниматься благотворительностью. Дарла не была исключением из этого правила. Он прошел по коридору. Слева висел знакомый Пикассо. Справа за стеклом были выставлены африканские сувениры. Бобби прошел в комнату, стараясь вести себя непринужденно. Джерри сидел в своем любимом кресле, потягивая виски со льдом. Заметив Бобби, он поставил стакан, встал и раскрыл объятие. «Добро пожаловать домой, сын!» напыщенно произнес он, словно играя перед внимательной аудиторией. «Привет, папа!» ответил Бобби, уклонившись от объятий. Все были в сборе. Дарла, одетая в ярко-розовый костюм от Валентина и со вкусом украшенная бриллиантами, краснолицый сводный братец Лен со своей неприятной женой Трикси, сводный братец Стэн с женой Ланой, бывшей моделью плейбоя, прибавившая с тех славных времен фунтов тридцать. Бобби слышал, что Стэн по сию пору не отказался от кокаина, а Лана то и дело глотает таблетки. Всем привет! Дарла подплыла поздороваться с ним. Я так рада, что ты пришел. Нам всем приятно повидаться с тобой. Через всю комнату к нему подбежала Трикси. Это была женщина с удутловатым лицом, маленькими глазами-бусинками и коротким веснущатым носом. Ты не хотел бы принять участие в ленче моего дамского клуба, Бобби? спросила она, явно рассчитывая на положительный ответ. Мы встречаемся раз в месяц, чтобы обсудить мировые и политические проблемы. У нас все очень культурные люди, и мы хотим, чтобы ты к нам присоединился. Я не смогу, Трикси. Она поджала губы. Заважничал, и не хочешь с нами знаться? Неприязненно спросила она. Вот начинается. Нет, Трикси, я просто очень занят. Он отошел от надоедливой невестки, но тут Лен хлопнул его по плечу. «Хорошо справляешься с делами, малыш». «Да, у меня пока все получается. Может, у тебя найдется что-нибудь для меня?» «Господи, он в дом не успел войти, а они...» «Ну, с Бобби», прогремел голос Джерри, «когда ты собираешься снять картину со своим стариком в главной роли, а? По-моему, сейчас самое время». Вечер обещал быть в два раза хуже, чем Бобби себе представлял. К тому времени, когда Джордана добралась до Хоумбейс Сентрал, она была уже на веселе. Она заскочила по пути в пару клубов, поговорила с друзьями, потанцевала, посплетничала, покурила травки. «Я думала, дни наркотиков кончились. Ну, да это так. Немного развлечься. Дрянь». Эрни встретил ее у входа, звучно расцеловав в обе щеки. «Как делишки, левит?» Она вздохнула. «Если ты хочешь со мной разговаривать, Эрни, зови меня Джордана. Меня так зовут». Он скривился. «Ладно, ладно, не злись. Кто сказал, что я злюсь?» «Я знаю твои привычки. Компания здесь?» Беспокойно поинтересовалась Джордана. «Нет, твоих приятелей нет». «Приедут». Придвинувшись ближе, он понизил голос, шепчая ей на ухо. «Я так понял, что Черил решила заняться бизнесом». Она просила подыскать ей девочек. «Для тебя это нетрудно». «Я попрошу комиссионные». «Конечно, Эрни. Заказать тебе выпить?» «Нет». Быстро сбежав, она прошлась по клубу, ища знакомых или, по крайней мере, кого-нибудь, с кем можно провести время. Выбор был невелик. Когда она проходила мимо стола, где сидел Чарли Доллар, он помахал ей. «Эй, посиди-ка со стариком». Это приглашение трудно отклонить, и Джордана собралась пройти мимо. «Ты всегда так спешишь», криво улыбнулся он. «Лучше поспешить, чем плестись в хвосте», холодно бросила она. Он подвинулся, похлопав по освободившемуся месту рядом с собой. «Я знаю твоего отца», заявил Чарли. «Его знают все». Она пристроилась рядом. «Все равно делать было нечего». «Я знал и твою мать». «Хм, да ты, оказывается, близкий друг семьи». «Я следил за тобой». Он не сводил с нее стекленевший глаз. «Зачем?» поинтересовалась Джордана. «Ты не такая, как все». «Я?» «Да, ты». И вот она уже сидит, флиртуя напрополую с Чарли Долларом, по возрасту годящимся ей в отцы. «О, Господи, Джордана, что ты делаешь? Кое-что, отчего папаша действительно станет дурно». Обед превратился в кошмар. Бобби не знал, как ему удалось это пережить. Такова жизнь. Он перерос свою семью и мог теперь не принимать близко к сердцу никого из них, в особенности Джерри. Дарла старалась, чтобы все прошло хорошо, но ей мало что удалось. Джерри не извинился за прошлое. Он вообще не извинялся. Он сидел во главе стола, лакал виски и высказывал все, что думают по поводу развала киноиндустрии, объясняя это тем, что все думают только о юных талантах. «Кино сегодня», вещал Джерри. «Неконцептуально все, что можно увидеть, это трясущих сиськами шлюх и кучку мускулистых козлов, понятия не имеющих о том, как надо играть». «Спасибо, папа», хотел сказать Бобби, но решил, что не стоит. Отцовское одобрение больше ничего не значило для него. «Я не говорю о твоем фильме», громко рыгнув, заявил Джерри. «Я его не видел, но говорят, что он чертовски хорош». «Черт бы тебя побрал, папаша! Как вышло, что ты его не видел? Почему вся Америка видела, а ты нет?» «Думаю, ты можешь прокрутить его для меня», продолжал Джерри. «Я приду в студию. Слышал, у тебя здесь уже есть офис? Да, конечно, жду не дождусь, как же. Я привезу тебе ленту. Прокрутишь ее в смотровом зале у себя?» «Мы больше не пользуемся смотровым залом», сказал Джерри. «Это слишком дорого». «О, теперь великий Джерри Раш жалуется на бедность?» «Не будь смешным», нервно перебила мужа Дарла. «Я вызову механика». Джерри одарил ее убийственным взглядом. «Я не собираюсь приглашать какого-то долбанного киномеханика в этот долбанный дом, чтобы он мог содрать с меня чертову кучу денег, для того, чтобы увидеть фильм, который я могу посмотреть в студии у моего сына». «У нас есть собственный смотровой зал, глупо не воспользоваться им», поджав губы, возрастила Дарла. «Тоскуешь по нашим показам», съехидничал Джерри. «Истолковалась по толпам своих приятелей?» «Пожалуйста, Джерри», но его нельзя было остановить. «Сколько народу бывает у нас каждый уикенд, мы кормим их, показываем им кино, а они хлещут мою выпивку и сплетничают обо мне у меня за спиной. И когда моя карьера кончена, они налетают на меня как вороны». «Неправда», румянец залил лицо Дарлы, «твоя карьера в порядке». Джерри зло расхохотался. «Как приятно иметь преданную жену». «Пожалуйста, Джерри, не надо, проснись, Дарла, нас больше никуда не приглашают». «Могу показать тебе кучу приглашений», защищалась Дарла. «Из благотворительности, за которую мы платим. Мне не нужны их дрянные приглашения. Пусть катятся подальше, они никому не нужны, кроме тебя». Позже Дарла отвела Бобби в сторону. «Твой отец стареет», объяснила она. «Он больше не любит ходить куда бы то ни было. У него болит бедро. Я знаю, он ничего тебе не говорил, но если ему станет хуже, придется ложиться на операцию, протезировать тазобедренный сустав. Не говори, что я тебе это сказала». «О, Господи, она что, старается заставить его пожалеть старика? дарла». «У у нас небольшие финансовые проблемы, должна признаться», добавила она, «хотя остались кое-какие вложения и сбережения». «Что она собирается сделать теперь? Попросить взаймы? Если бы эти вопросы решала я, мы бы продали этот дом и уехали в Уилшир. Такой огромный дом теперь, когда вы, мальчики, все разъехались, нам не нужен». «Делай что хочешь, Дарла», хотелось сказать Бобби. «Ко мне это не имеет никакого отношения, я здесь больше не живу, мне больше не нужно ссориться с Джерри». Прежде чем он успел уйти, Стэн и Лен загнали его в угол. Оба надеялись получить работу. Он старался быть вежливым. Вряд ли получится. Знаете, совместная работа родственников не слишком хорошая идея. Они окрысились. «Тебе хорошо, Бобби», сказал Стэн. «У тебя теперь куча денег, крутой, так? И не хочешь помочь нам?» У них обоих была короткая память. Они выросли в одном доме, но братья третировали его, относясь к Бобби без любви и понимания. Он мог вспомнить множество эпизодов с детства, когда они отворачивались от него вместо того, чтобы помочь. Черт бы их всех побрал. Поблагодарив Дарлу за обед, он быстро ушел и, сев в машину, уехал в ночь. Ему было необходимо выпить. Его партнер Гэри обещал встретить его в Хоумбейс Сентрал. Он отправился туда. «Почему ты не приходишь на мои вечера?» спросил Чарли Доллар, пристельно глядя на Джордану. «Я знаю, Эрни предлагал привезти тебя ко мне». «Именно поэтому», ответила Джордана. Она пила Джек Дэниелс за компанию с Чарли, хотя вкус напитка ей и не нравился. Чарли усмехнулся. «Тебе не нравится, Эрни, а? Тебе бы понравилось, если бы он к тебе приставал». «Детка, ты потрясающе смотришься!» Чарли не отводил от нее взгляда. Его глаза были полуприкрыты. «Спасибо!» «В тебе есть что-то от матери, плюс отцовская крутость, смертельное сочетание, детка, и ты красива, а это само по себе неплохо». «Это ухаживание или предложение поработать». «А ты как думаешь?» усмехнулся он. «Хм...» «Возможно, ухаживание». «Ты актриса?» она беспокойно оглядела клуб, недоумевая, где же шеп? «Я хотела, но отец не одобрил этой идеей». «Джордан прав, ты бы не захотела быть актрисой, дерьмовая профессия». «Ты актер», напомнила она, «и очень неплохой». Облизнув губы, он задумчиво посмотрел на нее. «Как я уже сказал, профессия это дерьмо. Мне повезло, я мог сам выбирать, что мне делать, а что нет. Но большинство актеров и актрис вынуждены хватать все, что подвернется под руку, иметь дело с паразитами продюсерами, не говоря уж о разной шушере, ублюдках и недоучках, которые называют себя агентами и менеджерами. Бывают времена, когда даже я вынужден целовать чью-нибудь задницу». «Ого, Чарли, я не могу себе этого представить», саркастически промурлыкала Джордана. Хитро улыбаясь, он признал, «Когда надо, я это делаю». «А как часто это бывает?» Он откинулся на спинку и расплылся в улыбке. «Не слишком часто, детка. Не часто». «Могу поспорить?» «А я слышал», медленно произнес Чарли, «что ты совсем дикая. Кто тебе сказал?» «Слухом земля полнится, детка. Ты тоже не мистер чистоплюй. Я стар и могу безнаказанно делать, что мне вздумается. как мило». Он снова весело глянул на нее из-под полуприкрытых век. «Не хочешь поехать сегодня ко мне домой, Джордана?» протянул он лениво. «У тебя вечеринка?» «Да, для двоих». Ей не понадобилось раздумывать. Она уже знала, что будет делать. «Для двоих?» холодно переспросила она. «Я так сказал?» «Думаю, я справлюсь». «Я в этом уверен». Как только Бобби решил, что совсем заблудился, он заметил неброскую вывеску, гласившую «Home Base Central». Он подъехал прямо к Швейцару, проворчав. Думал уже, что никогда не найду это место. «У некоторых возникают проблемы», ответил Швейцар, подавая ему билет. «Первый раз здесь»? Бобби кивнул. «Надеюсь, у вас есть связи. Завсегда ты здесь очень разборчив в знакомствах». Он явно не узнал Бобби. «Я чувствую, что со мной все будет в порядке», сухо ответил тот. Вышибало, дежурившись снаружи, узнал его. И к тому моменту, как Бобби прошел через главный вход, вызванный туда Эрни Айзек, как подобает, ждал его, чтобы приветствовать. «Бобби!» воскликнул он, словно встречал старого друга. «Мы разве знакомы?» «Эрни!» «Эрни Айзек!» «Ах, да!» Бобби смутно вспомнил это имя, «Но лица не узнал. Добро пожаловать в Хоумбейс!» Эрни прямо лучился радушим. «Может, заходите посидеть за моим столиком?» «М-м-м-м-м-м-м». Бобби огляделся по сторонам. Клуб был битком набит, гремела музыка, и он нигде не видел Гэри. «Я должен здесь встретиться с Гэрри Манном!» Эрни нахмурился. — Гэри Манн, Гэри Манн. Не уверен, что знаю его. Почему бы вам не посидеть, не выпить? — он придвинулся ближе, шепотом предлагая. — Может, надо еще что-нибудь? — подмигнул. — Понимаете, о чем я? — Спасибо, не надо. Бобби прекрасно понял, о чем речь. Найдите мне Гэри, и все. Эрни нравилось, когда звезды были у него в долгу. — Вы уверены, Бобби? — Совершенно. Тут мимо прошел Чарли с Джорданой. Эрни застыл, как вкопанный. — Куда это ты, Чарли? — обиженно проскулил он. Чарли не обратил на него внимания. Он заметил Бобби. — Эй, Бобби, мы с тобой давненько не виделись. — Шесть лет, — уточнил Бобби. У меня было семь реплик и один крупный план в широкой улице. — Помню. Не знал, что ты бываешь в злачных местах. — Не бываю, — невесело улыбнулся Бобби. Чарли похлопал его по плечу. — Поздравляю, ты молодец, мне понравился твой фильм. — Комплимент от тебя вдвойне приятен. — И я говорю их только заслуженно. — Позвони мне, Бобби. Выберемся куда-нибудь на ленч. — Обязательно. Чарли обнял Джордану за талию и вытопнул ее вперед. — Вы знакомы? Бобби внимательно смотрел на девушку с длинными черными волосами и диковатым лицом. Она была странна, необычно красива. — Нет, не думаю, что мы знакомы. — Спорим, ты знаешь ее отца. Чарли хитро подмигнул. — Джордан Левитт. — Конечно, я знаю Джордана, — быстро сказал Бобби. — А я знаю. Джерри Раша вмешалась Джордана, разозленная тем, как ее представил Чарли. Бобби почувствовал ее гнев и попытался исправить дело. — Подождите минутку, — начал он. — Как бы тебе это понравилось, — перебила она. — Бобби Раш, сын Джерри. Как звучит? — Я вовсе не хотел вас задеть. Чарли засмеялся. — Это что, соревнование, у кого папаша более знаменит? Да никому до этого нет дела. — Тебе, как видно, есть, — сердито произнесла Джордана. — Ну все. Успокойся, милая. Чарли крепче обнял ее. Было приятно встретиться с тобой, Бобби. Не забудь мне позвонить. Пойдем отсюда, детка. Эрни не верилась, что Чарли уводит с собой его любимую девушку. — Сегодня что, вечеринка? — с Надеждой спросила. — Ничего такого, на что я мог бы пригласить тебя, Эрни. Мне заскочить к тебе позже? Нет. — Глазам своим не верю, — промямлил Эрни, глядя, как они уходят. — Что такое? — поинтересовался Бобби. — Чарли и Джордана. Она, конечно, слишком молода для него. — Ничто не слишком для Чарли. Горько заметил Эрни. Его губы дергались от злости. — Она прекрасно выглядит, — заявил Бобби. — Прекрасно выглядит и совсем сошла с ума, — кисло согласился Эрни. — Последнее, что ей нужно, — это Чарли. — Бобби. Появился Гэри, таща за собой симпатичную девчонку. — Думал, ты уже и не появишься. — Ну, как прошел обед? — Пытка. Бобби отошел от Эрни. — Просто настоящая пытка. Чарли жил на Миллер Драйв в огромном доме с парком, большим бассейном и профессиональным теннисным кортом. Джордана настояла на том, чтобы ехать в своей машине. Она любила загодя подготовить пути к отступлению. Ей не нравилось оказаться в ловушке. Она ехала за Роллсом Чарли в своем Порше. — Это несколько не соответствует твоему имиджу, — сказала она, когда они вышли из автомобилей посредине огромного двора. — Какому имиджу? — удивленно спросил он. — Знаешь, ты нечто вроде голливудского дикаря. Я не чаяла увидеть тебя за рулем Роллса. — Комфорт — это все, детка. Когда вырастешь, ты это поймешь. — Да я уже вижу, — отозвалась она, когда они вошли в дом. Две большие собаки выбежали навстречу хозяину — шоколадного цвета лабрадор и черный доберман-пинчер. — Испугалась? — спросил Чарли так, словно втайне на это надеялся. — Я? — недовольно фыркнула Джордана. — Я ничего не боюсь. Она наклонилась, приласкала собак, почесывая им за ушами. — Знаешь что? — Ты мне начинаешь нравиться все больше и больше. Чарли провел ее в комнату, уютно и комфортабельно обставленную громадными коричневыми кожаными кушетками. Разноцветные картины висели на каждой стене. Чарли отправился прямиком к бару, налил две большие порции Джек Дэниелс, добавил льда. — Ну, что скажешь? Не хочешь выкурить косячок? — Как раз то, о чем я думала, — ответила Джордана, только сейчас заметившая двух Оскаров, мирно стоявших на книжной полке. — Меня здесь не было в шестидесятых, но я очень рада, что травка вернулась. Он усмехнулся. — Знаешь, детка, я помню шестидесятые, и, насколько я могу судить, она никуда и не уходила. Открыв серебряную шкатулку, он достал уже скрученную сигарету, затем, взяв спички, зажег ее, затянулся и передал ей. — Первоклассная вещь. Наслаждайся. — Я удивлена, — иронично заметила Джордана. — Мне казалось, что ты должен курить всякую дрянь. — Ха! Очень забавно! Она глубоко затянулась и медленно выдохнула. — Лучше накуриться до одури, чем нюхать кокаин. Хотя, если бы он предложил кокаин, она, вероятно, тоже согласилась бы. — Черт возьми! Куда делись все мои правильные решения? — Хочешь осмотреть дом? — лениво спросила. — Обожаю путешествовать! — отозвалась она. Он ласково прикоснулся к ее длинным черным волосам. — Ты действительно мне нравишься. — Я польщена! — пробормотала она, твердо решив не вести себя с ним, как ошалевшая от счастья поклонница. Он повел ее за руку по выгнутой лестнице в свою спальню, неприбранную комнату, большую часть которой занимала огромная круглая кровать, покрытая меховыми покрывалами. — Роскошно! — признала она, несмотря на то, что в комнате был страшный беспорядок. На полу валялись разбросанные газеты, везде громоздились стопки журналов. — А музыка есть? — Хочешь послушать? — для того и спросила. Он открыл шкаф, где оказалось дорогостоящее стереооборудование. Нажал несколько кнопок. Комнату затопили звуки Моцарта. — Я не люблю классику, — произнесла она. Он снова коснулся ее волос. — А что ты любишь? — Мадонну, принца, Бобби Брауна, Джона Колтерна. — Ничего себе смесь! Как насчет Мадонны, плохой девчонки? — Напомнить тебе о том, кто ты? — Конечно. Он вопросительно посмотрел на нее. — А ты умница. — Меня еще никогда не называли умницей. — Все когда-нибудь происходит в первый раз. — Да, Чарли. — Все когда-нибудь происходит в первый раз. И она сбросила куртку Харлей. — Сколько тебе лет? — Гожусь тебе в дочке. — Двадцать. — Двадцать четыре. — Старушка, да? — Ага. — Подняв трубку, он заговорил по внутренней связи. — У кого-нибудь в доме есть компакт-диск Мадонны, принца или Бобби Брауна? — Давайте их сюда. — У тебя здесь что, целый штат невидимых фанатов поп-музыки, которые не спят всю ночь? — спросила она, представив, как обслуга мечется, словно угорелая, чтобы выполнить приказ своего знаменитого хозяина. Он слегка улыбнулся. — Что-то вроде этого. — Как насчет Колтрена? — Он показал ей на коробку в углу, набитую компакт-дисками. — Поройся там. Может, тебе повезет. — Ох, тебе-то уж точно повезет, — подумала она, чувствуя растущее возбуждение. Она просмотрела его коллекцию компакт-дисков, не найдя ничего интересного для себя. Затем ее вдруг заинтересовало, какое у него тело. Он стар, ему уже за пятьдесят, а мужики постарше не слишком любят поддерживать себя в форме. — У тебя есть спортзал? — как бы, между прочим, поинтересовалась она. Он прекрасно понял, на что она намекает. — Нет. — Но у меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать. Джордана улыбнулась. — Да. Уж ты-то знаешь, чем заинтересовать девушку. В ответ та же полусумасшедшая улыбочка. — Правду сказать, детка, у меня с этим никогда не было проблем. — Уж воображаю. Он присел на край кровати и показал на место рядом с собой. — Иди сюда. Она спокойно подошла и встала напротив него. Он обнял ее за талию и притянул ближе к себе. Затем, расстегнув рубашку, принялся лизать ее живот, особенно пупок. Это было странно, волнующе сексуально. Она сняла рубашку, бросила ее на пол. — Ты сладкая, как мед, — оторвавшись на секунду от нее, сказал он. — Это был приятный комплимент. И Джордана не нашлась, что сказать. Сочетание Джека Дэниелса, Травки и Чарли Доллара, несомненно, расслабляло. Он дотронулся до ее груди, лаская соски своим короткими пальцами. За дверью загремел голос. — Мистер Ди! Мадонна и принц за дверью! — Черт! Джордана испуганно отскочила. — Тише! — успокоил Чарли. — Это всего лишь переговорное устройство. Ты получила свою музыку. — Ого! Ну и сервис! Детка, ты еще ничего не увидела. Вскоре Мадонна пела плохую девчонку, и Джордана была готова танцевать. Чарли раскуривал очередной косяк, но она уже была готова. Большего ей не требовалось. Она полуголая разгуливала по комнате, раскачиваясь в такт и приговаривая про себя слова песен. — Ох, какие классные песни, — пишет Мадонна! И как это она раньше не обращала внимания на эту сторону ее таланта? — Тебе правда это нравится? — спросил Чарли. Она не поняла, что он имеет в виду. Мадонну или Травку? Но на всякий случай ответила. — Я люблю это. Он долго в упор смотрел на нее, глубоко затягиваясь. — Сними все! — Нет! — запротестовала она. — Раздевайся ты! — На меня не слишком приятно смотреть. — Выключи свет! Он предложил ей косяк. — Джордана глубоко затянулась и бросилась на постель. — Мне хорошо, — произнесла она, выпуская тонкую стройку дыма. — Сейчас тебе будет еще лучше, — пообещал он, склоняясь к ней. Она вздохнула. Сколько раз ей уже приходилось слышать это. — Не обещай того, чего не сможешь выполнить, Чарли. Он удивился. — Это вызов, детка? — спросил он, крутя пуговицы на ее джинсы. На меня еще никто не жаловался. — Ты уверен, что сможешь? — гехидно спросила она. — Господи, какой у тебя острый язычок! — проворчал он. — Никакого уважения к кинозвездам. Она сняла ботинки и джинсы. — Белья нет, а? Он поднял брови. — Слишком стесняет, — ответила она, и обнаженная встала на колени на постели. — Твоя очередь! Он рассмеялся. — У тебя великолепное тело, детка! — Спасибо, мистер кинозвезда! Она умело расстегнула на нем пояс. — Но так как у нас что-нибудь получится... — Почему бы нет, детка? — А как насчет презерватива? — Я не принимаю душ, не сняв ботинок. — А как насчет безопасного секса? — Я только что проверялся, и у меня все в порядке. — Могу я увидеть справочку? — Как насчет того, чтобы заткнуться, детка? Она больше не протестовала. Она поверила ему. Кроме того, она была слишком пьяна и возбуждена, чтобы спорить. Чарли Доллар оказался на удивление хорошим любовником. Он был не в лучшей форме, но и не рассыпался от старости. Он знал все, что нужно, и еще немножко. Он смог довести ее почти до оргазма и остановился буквально за секунду до того, как стало бы слишком поздно. Время остановилось. Они долго занимались любовью. А затем настал миг такого невыносимого наслаждения, что Джордана, вопреки своему обыкновению, обнаружила, что кричит в голос. Чарли вскрикнул так, что она чуть не слетела с кровати. Плохо было лишь то, что он сразу уснул и захрапел. Очень громко. Она встала с постели, собрала одежду и направилась в ванну. Ванная Чарли напоминала богатую аптеку. Ряды таблеток от всех болезней, баночки всевозможных витаминов, микстуры, пудры, кремы и растворы. Джордана решила, что здесь было бы неплохо поболеть. Приняв душ, она наскоро оделась и вернулась в спальню. Чарли все еще храпел. Не тревожа его, она ушла. Еще одна ночь на шоссе. «Где ты?» — голос Квинси звучал тревожно. «Напротив клуба эротика на бульваре Голливуд», — ответил Майкл и потушил сигарету. Он стоял в будке телефона автомата. «Произошло что-то, о чем мне необходимо знать?» «Я напал на след», — сказал Майкл. Рита оставила фотографии. «Какие фотографии?» «Прекрати задавать вопросы и выезжай сюда». «Я должен это сделать?» «Ради меня, Кви. Окей, окей, еду». «Клуб эротика». «Звучит очень мило. Встретимся в баре». Майкл повесил трубку и перешел улицу. Коренастый охраннику дверей объявил, что вход в клуб эротика стоит 30 баксов. Неохотно расставшись с деньгами, Майкл вошел в клуб. Да, это место было из тех, что нравились Рите. Темный зал, интимная обстановка, множество странных, необычно одетых людей и гремящая из мощных динамиков ритмичная музыка. К нему подошла женщина. Кроме павлиньей маски, на ней мало что было надето. «Как желаете развлечься сегодня?» — спросила она низким чувственным голосом. «А? В какую комнату пойдете? Отдельную, групповую? Может, в комнату оргий?» Он внезапно понял, что находится в секс-клубе. «Черт возьми! Он-то думал, что они закончили свое существование еще в семидесятых». «Я просто хотел выпить. Где тут у вас бар?» «Здесь только отборочный бар». «Отборочный? Вы что, первый раз здесь?» «Точно. Окей, золотце. Ты идешь, сидишь в отборочном баре, осматриваешься, и если тебе кто-то понравится, договариваешься и идешь в комнату по своему выбору». «И сколько это стоит?» «Клуб «Эротика» — не то место, где много дерут», — невозмутимо пояснила она. «Вы заплатили у дверей, и это все, если, конечно, вам не понадобятся специальные услуги». «Не понадобятся. Ну, устраивайтесь. Бар там». «Он нашел бар и уселся на высокий табурет. К нему подошла барменша. На ней была короткая черная кожаная тога, едва прикрывающая ее пышную грудь и внушительный зад. «Коктейль?» — спросила она, оглядев его с ног до головы. «Могу сделать фирменный. Эротика-клуб». Его это не интересовало. Но Майкл все-таки спросил. «А что там?» «Водка, ром, апельсиновый сок и капелька коантро», — она подмигнула. «Заведешься на всю ночь». «А безалкогольное пиво есть?» «Может, и найду баночку. Уж постарайся», — попросил Майкл, оглядываясь по сторонам. В баре было несколько женщин. Все искали подходящего партнера. Толстый бизнесмен в сопровождении пышной блондинки сидел за одним из маленьких круглых столиков в дальнем углу зала. Да в углу обнимались двое молодых парней в джинсах и рубашках с короткими рукавами. «Ох, Рита, Рита, что занесло тебя в такое место?» «Наслаждение». Рита обожала наслаждение. К сожалению, он не мог удовлетворить ее, хотя физически у них никогда не возникало проблем. Женщина в черной кожаной тоге, вернувшись, поставила перед ним напиток. «Я хочу задать вопрос», — сказал Майкл. Она облокотилась о стойку, выставив грудь в его сторону. «Я тоже». «Я вас слушаю». Он глотнул безалкогольного напитка. «Что такой привлекательный парень, как ты, делает в этом месте?» «Моя очередь». «Валяй». «Знаешь ли ты человека по имени Хирон Джонс?» «Шутишь так?» «Не шучу». «Все знают Хирона?» «Не хотите ли просветить меня?» Она провела языком по губкам с подозрением, глядя на Майкла. «Ты из полиции?» «Почему?» — вы спрашиваете. «От тебя пахнет полицейским». Ухмыляясь так, словно знала что-то, чего не знал он, сообщила она. «Не пойми меня превратно, но мне лично этот запах даже не по нраву». Не обращая внимания на ее знающий взгляд, Майкл продолжал. «Почему все знают Хирона Джонса?» «Он знаменитость. Не настолько крупная, чтобы я о нем слышал». Она рассмеялась, откинув голову назад. «У Хирона Джонса огромный член. Он приходит сюда три раза в неделю и показывает его в отдельной комнате. «Каждый, кто хочет воспользоваться его услугами, должен хорошо заплатить. Но, золотко, ты не похож на тех, кому требуются услуги мужчин». Он вытащил фотографию Риты. Не полароид, а портрет, сделанный им во время медового месяца. «Вы когда-нибудь видели здесь эту женщину?» Барменша взяла фото и некоторое время изучала его. «Знаешь, золотко, я, честно говоря, не запоминаю их, если, конечно, в них нет, как в Хироне, чего-нибудь запоминающегося. Взгляни вокруг. Они приходят, уходят. И кому какое дело до них?» «Так вы не узнаете ее?» «Может, она и была здесь». «Когда?» «Это твоя девушка?» «Бывшая жена?» «Может, пару месяцев назад. Я не уверена». Он показал ей полароидный снимок мужчины. «Это и есть Хирон Джонс?» «Ох, детка, тебя арестуют, если ты будешь показывать такие фотографии». Она захихихикала. «Ну, конечно, это Хирон, король монстров. Да, наследство ему досталось большое. Он сейчас здесь?» «Можешь увидеть его там, в комнате. Я тебе обещаю потрясающее зрелище». Одна из женщин с решительным выражением пробиралась к нему через бар. Наконец она достигла цели. «Я выбираю тебя», — объявила она, положив на маникюренную руку ему на рукав. «Извините», — он отплянул. Она стояла перед ним. «Сегодня ты и я. Незабываемый опыт. Меня выпустили из тюрьмы на поруки», — сообщил он, вставая. Она смутилась. «Чего? Сложно объяснять. Найди кого-нибудь еще». Квинси затормозил у ворот клуба эротика, недоумевая, во что на этот раз втравил его Майкл. Эмбер была недовольна. Они уютно устроились и слушали по стерео маленького лютера у Андреса, когда Майкл позвонил. «Нужно идти», — сказал Квинси, вешая трубку. «Куда?» Эмбер начинала улыбаться. «Я нужен Майку». «Он что, не в состоянии ничего сделать сам?» «Ну-ну, лапочка», — успокаивающе сказал Квинси. «Мы с Майком давние друзья. У него пропал ребенок. Прояви немножко участие, детка. Подумай, что бы ты делала, если бы пропал кто-нибудь из наших детей?» Эмбер была по натуре добрая и мягкая. Она не стала спорить. И вот он уже стоит напротив этой мерзкой дыры. Ублюдок у дверей отказался пускать его, пока он не выложил 30 баксов наличными. 30 баксов! Майкл ему задолжал. Оказавшись внутри, Квинси направился прямиком в бар. Майкла там не было. Он подошел к Амазонке в черной коже, смешивавшей напитки. Для меня никто не оставлял сообщений, поинтересовался он. Блондинка или брюнетка? Мужчина. Красивый. «А, вы тоже полицейский?» Спросила она. И как это они всегда запоминают Майкла? «Где он?» В комнате для мужчин. Квинси вошел в туалет, когда Майкл только собирался выходить оттуда. «Ну вот», — жалобно сказал он, «Ты меня сюда притащил. Что расскажешь?» Я наткнулся на кое-какие фотографии и записку. Она написала название клуба и имя партнера. Я чувствую, что Рита где-то неподалеку. Покачав головой, Квинси заметил. «Ты и твои чувства всегда приносите неприятности. Мне нужно найти своего ребенка, Кви». «Знаю. Рита во что-то ввязалась. Я не хочу, чтобы пострадала Белла». «Так почему мы здесь?» «Мы ждем, пока Херон Джонс закончит». «Закончит что?» «Трахать кучу баб». «Если ты еще не догадался, это секс-клуб». Квинси длинно и тихо присвистнул. «Господи», — сказал он. «Как раз то, что надо сказать Эмбер, когда я вернусь домой. Она совсем озвереет». «Не озвереет, если ты ничего не скажешь». «Мы с Эмбер ничего не скрываем друг от друга». «Самое время начать». Квинси намурщил нос. «Так кто такой Херон Джонс? Проститутка в штанах?» «Клуб платит ему за выступление здесь. Он обслуживает всех женщин, которые готовы выложить за это по сто долларов». «Он что, Супермен?» «Вроде этого». «И мы должны сидеть в клубе, пока все это не закончится?» «Точно». «Черт возьми, Майкл, вечно с тобой сложности». Когда у служебного выхода появился Херон Джонс, время перевалило за полночь. Майкл и Квинси ждали его на автостоянке. Используя эффект внезапности, они одновременно с двух сторон подошли к нему. «Поговорим», — предложил Майкл. Херон смирил их взглядом, пытаясь решить, стоит спасаться бегством или нет. «Нет». Он решил, что это полицейские. Посетители клуба вели себя иначе. Расправив плечи, он старательно изобразил невинность. «Слушайте, ребята, что бы вы не хотели на меня навесить, я этого не делал, понятно? Каждый раз, как в районе происходит ограбление, вы вспоминаете про мое дело. Я завязал, ребята. Я трахаюсь, чтобы заработать на жизнь. Что вам от меня еще надо?» «Почему бы нам не пройти сюда?» И схватив Джонса за руку, Майкл подтащил его к фонарю. «Что ты хочешь от меня?» — проворчал Херон, безуспешно пытаясь освободиться. «Я ничего не сделал, парень. Спроси у кого хочешь». Майкл сунул ему под нос один из полароидных снимков. «Ты знаешь эту женщину?» Херон, однако, особенно не приглядывался. В темноте они все на одно лицо. «Посмотри-ка еще», — многозначительно произнес Майкл. «Узнаешь ее или нет?» «Не знаю». «Не знаешь?» Майкл сильно закрутил ему руку за спину. «Ну да, я ее знаю», — капризно заявил тот. «И что с того?» «Кто это?» «Одна девчонка, приходившая в клуб». «Что с ней произошло?» «Что?» Губы Херона дернулись в улыбке. «Телка что, умерла?» Майкл повернул его к себе. «Что тебе известно?» Херон вскинул руки вверх. «Окей, окей. Я не знаю о ней ничего. Я только устроил ее работать в кино». «В каком?» «Мэри Поппинс. А ты что подумал?» «Кажется, разговор идет о порнухе», — вмешался Квинси, размахивая руками. «Я не заставлял ее», — недовольно сказал Херон. «Шлюшка была просто помешана на съемках». «Где она сейчас?» Майкл впечатал его в стену. «Парень, ты делаешь мне больно», — пожаловался Херон. «Слушай, мразь такая, где она?» «Не знаю», — заскулил Херон. «Кому какое дело? Я...» Прежде чем он договорил, Майкл резко ударил его в зубы. «Теперь ты будешь отвечать?» — требовательно произнес он. Херон осторожно дотронулся до своего лица. «Она живет с продюсером. Только учтите, я вам этого не говорил». «Как его зовут?» «Старина называет себя Дели Форестом. Где он живет?» «Посмотрите в телефонной книге. Там записаны все ублюдки-продюсеры. Кажется, ты сломал мне зуб». «Когда я найду его, лучше, чтобы она оказалась там», — угрожающе заметил Майкл. «Иначе мы вернемся, и тогда одним зубом тебе не отделаться. А сейчас убирайся». Не оглянувшись, Херон побежал к своему грузовичку. Может, в спальне он и был героем, но тут не на шутку струсил. «Ты доведешь нас до беды», — устало сказал Квинси. «Нельзя все время притворяться полицейским. У меня частное сыскное бюро. Я не могу ставить свой бизнес под удар». «В чем дело?» «Ты боишься, что он обратится в полицию?» «Нет, Майкл. Я просто предлагаю быть поосторожнее». «Все, что мне нужно, — найти моего ребенка». «Я знаю». «Окей, так вот, я делаю все, что для этого надо. Давай теперь выясним, кто такой Дели Форест, и раздобудем его адрес». «Конечно, Майкл. А потом нанесем ему небольшой визит». Дели Форест жил в фешенебельном доме в Уилшире. В вестибюле их остановил портье и поинтересовался, кому они направляются. «Дели Форест», — Майкл продемонстрировал свой жетон. На портье это произвело должное впечатление. «Четырнадцатый этаж. Квартира 1403». «Спасибо». И словно это только что пришло ему в голову, Майкл спросил, «Не предупреждайте, пожалуйста, о нашем визите». Портье кивнул, показывая, что счастлив услужить. «Кто-нибудь устроит-таки нам выволочку», — пробормотал Квинси, когда они шли через облицованный мрамором вестибюль. «Я тебе уже говорил, Майкл, нам недолго удастся прикрываться такой ерундой. Спрячь этот свой чертов жетон. Здесь он не имеет законной силы». «Нью-Йорке тоже не имеет». «Ну и что?» Иногда Майклу нравилось рисковать, особенно когда он видел перед собой цель. В лифте они ехали с хорошо одетой женщиной, державшей подмышкой маленького пакинеса. Она одарила их милостивой улыбкой богатой женщины. Тонкие, ярко накрашенные губы, белая, туго натянутая кожа, искусственные зубы. Она вышла на десятом этаже. «Почему это тебе всегда улыбаются женщины?» Спросил Квинси, ковыряя в зубах зубочисткой. «Тебе уже говорили, что ты задаешь дурацкие вопросы?» «Это потому, что ты красавчик, сукин ты сын», — завистливо пробормотал Квинси. «Я — личность, а ты — красавчик. Повезло же, гаду». На четырнадцатом этаже были только две квартиры. Дверь Дели Фореста была выкрашена красным. Возле нее висел сияющий латунный молоточек. «Кажется, он неплохо устроился», — заметил Квинси, потирая пальцем дверь, чтобы посмотреть, не сходит ли краска. Майкл нажал на звонок. Подождав пару минут, нажал снова. Когда Дели Форест наконец появился, он оказался совсем не таким, как они представляли. Он оказался немолодым, интересным мужчиной с копной седых волос, с нежно-белой козлиной бородкой и в очках с тонкой металлической оправой. Одет он был в пестрый шелковый халат с украшенным кистями поясом и черные бархатные шлепанцы с монограммами. И совсем не походил на продюсера порнофильмов. Чем могу помочь? В его речи отчетливо слышался британский акцент. — Дели Форест? — вежливо осведомился Майкл. — Да, повторяю. Чем могу помочь, господа? Мы расследуем дело. — Что-нибудь произошло в этом доме? — Да, — ответил Майкл. — Нам нужны свидетели. — Я весь вечер не выходил из квартиры, — сказал Дели Форест. — Сомневаюсь, что могу быть свидетелем. — А ваша сожительница? — спросил Майкл, пытаясь через его плечо заглянуть в квартиру. — Какая сожительница? — переспросил Дели, твердо стоя в дверях. — Рита Палане. — Мисс Палане здесь нет. Дели поглаживал свою бородку. — Более того, она здесь не живет. С чего вы это взяли? — Дело, которое мы расследуем, — медленно проговорил Майкл, — касается мисс Палане. — Каким образом? Дели явно не обрадовала это вторжение в его личную жизнь посреди ночи. — Нам необходимо поговорить с ней. Этот человек начинал нервировать Майкла. Дели сверху вниз посмотрел на него глазами, холодными, как зима в Арктике. — Повторяю, ее здесь нет. Он был готов закрыть дверь. — Все, что нам нужно, — ее адрес. И мы уйдем, — вмешался Квинси, чувствуя, что сейчас начнутся неприятности. — Повторяю, ее здесь нет. — Разрешите взглянуть на ваши документы, — неожиданно злобно произнес Дели. Майкл ничуть не растерялся. — Конечно. И он достал из кармана свой жетон. Дели Форест отнюдь не был дураком. — Это жетон нью-йоркского детектива, — резко сказал он. Майкл не смутился. — Да, мы работаем над делом, неограниченным одним штатом. Глаза Дели блеснули над очками сталью, когда он сказал. — Я бы хотел переговорить с вашим начальником. Дайте мне, пожалуйста, его номер. Квинси забеспокоился. — Почему бы нам не дойти еще раз? — предложил он, хрустнув пальцами. Привычка, выводившая Майкла из себя. Дели посмотрел на Квинси и Майкла. — Я бы не советовал. С этими словами он захлопнул дверь у них перед носом. — Черт побери! — выругался разъяренный Майкл. — Давай уйдем отсюда, — предложил Квинси, пока он не вызвал настоящих полицейских. — Он знает, где она. — пробурчал Майкл себе под нос. — Да. И не скажет нам. — Скажет. — Не сегодня. Посмотрим. — Майкл, — умоляюще произнес Квинси, — подожди до завтра. — Ерунда! Зло повернулся к другу Майкл. Рано утром Майкл вернулся к дому Дели Фореста один. Квинси был занят делом о шантаже в какой-то студии. Майкл припарковался напротив, там, откуда он без помех мог наблюдать за всеми входящими и выходящими из дома. Он спал урывками, уверенный, что сегодня, наконец, узнает, где Рита. Он ненавидел ее за то, что, отобрав у него ребенка, она заставила его пройти через все это.